Вениамин Кондратьев провел первое в 2016 году планерное совещание. В ходе заседания под руководством губернатора подвели итоги работы служб края в период новогодних каникул. Кроме того, глава края обозначил своим заместителям основные задачи, которые предстоит решить региональной власти в 2016 году. Глава региона отметил, что службы и ведомства Кубани отработали профессионально, не допустив масштабных ЧП и трагедий. Все массовые мероприятия, экскурсии и детские елки прошли спокойно и безопасно. В Славянском районе, благодаря слаженной работе всех структур и ведомств, также обошлось без серьезных происшествий. За время праздников за амбулаторной помощью в Славянской ЦРБ обратились 322 человека. Еще 395 были госпитализированы в стационар. Почти полторы тысячи вызовов было зафиксировано по линии скорой помощи. Из приятных моментов, за время новогодних праздников в районе появились на свет 28 малышей. Работа Славянской ЦРБ в выходные и праздничные дни января 2016 года была организована в штатном режиме, потому что заблаговременно были назначены дежурные администраторы на каждый день, которые организовывали работу. Работа была как в поликлинике, так и в стационаре. В стационаре организованы все круглосуточные дежурства всех необходимых подразделений, таких как хирургия, травма, неврологическое отделение, кардиология, сам приемный покой, гинекология. Очень много врачей работало в выходные в непрерывном режиме. В травмпункт за этот период было 281 обращение. Была организована круглосуточная работа горячей линии ЦРБ, на которую поступило 43 обращения. По всем обращениям было оказано содействие, людям оказана помощь, и все обращения разобраны. Слаженно отработали службы жилищно-коммунального хозяйства района. Несмотря на довольно сильные морозы, снегопады и гололед, серьезных нарушений в работе отрасли допущено не было. Это была обыкновенная работа для всех служб, как электросетевого комплекса, так же теплокомплекса, водоанализационного комплекса и дорожно-транспортного хозяйства. Сбоев, конечно, больших не было, но обыкновенно штатно. Да, были небольшие отключения немножко в Хуторе-Маевском, Сербии на электроэнергию. Буквально в течение двух-трех часов и все электроснабжение этих поселков было восстановлено. Дорожные службы все работали, принимали меры на обеспечение транспорта, бесперебойного транспортного сообщения. Были выставлены 18 единиц техники. Происходила обработка дорожного полотна писяно-соляной смесью. Аварийности практически не было. В период новогодних каникул в режиме повышенной готовности работали силы и средства Славянского гарнизона пожарной охраны. Основные усилия были направлены на обеспечение мест проведения новогодних мероприятий. Значит, за прошедший период текущего года в районе произошло пять пожаров. При этом, к сожалению, погибло два человека. Обстановка остается достаточно напряженной. Силы и средства Славянского пожарно-спасательного гарнизона готовы к выполнению задач по предназначению. В спокойствии жители района в дни праздников обеспечивали свыше 500 стражей порядка, которые несли службу в усиленном режиме. На всех общественных мероприятиях, елках, сотрудники полиции дежурили совместно с кинологами, принятые исчерпывающие меры по своевременному и полному изъятию с улиц и других общественных мест граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и наркотического. За данный период проведенных мероприятий отделом МВД по Славянскому району было зарегистрировано 516 сообщений, из которых 49 преступлений. Преступление имущественного характера было зарегистрировано 21 преступление. За прошедший период отделом МВД по Славянскому району по горячим следам было раскрыто 4 преступления, приняты 4 явки с половиной от преступников. При проведении проверок и личного досмотра граждан, представляющих оперативный интерес, было изъято порядка полукилограмма наркотиков и наркотических веществ. Уважаемые граждане, отдел МВД по Славянскому району продолжает работу в усиленном варианте несения службы. Отличное новогоднее настроение и незабываемое ощущение праздника всем жителям и гостям района обеспечивали работники культуры. Многочисленные мероприятия на каникулах проходили не только в городе, но и во всех сельских поселениях. В новогоднюю сказку, которую подарили детям работники городского дома культуры, окунулись более 3000 юных славянцев. Мероприятия по празднованию новогодних и рождественских начались с 10 декабря. Они начали в учебных заведениях, в учреждениях культуры, это детские утренники. Ну, я думаю, что прошли замечательно. Клубинация всего праздника была 31 декабря на театральной площади у главной нашей ёлки района. Началось шествие. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в этом шествии. Больше ста человек. Дед Морозы, снеурочки, театрализованные персонажи ярко, красиво пришли к площади. И здесь начались конкурсы костюмов, поздравления, стихи, танцы и вручения подарков. Словом, пока жители отдыхали, все экстренные службы района работали максимально эффективно, чтобы ничто не могло омрачить главный праздник года. Алена Лавринова, Игорь Иванчугов, Георгий Калинин, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».